Первый раз, когда я приехал в Москву, я удивился, потому что у нас тоже социализм. Но Советский Союз во многих отношениях стал примером для нас. Я охал в ухал. А раньше мы всегда считали, что Советский Союз — наш старший брат. Мы учились многому у русских, у советских людей. Я начал изучать русский язык давно. У нас в стране в то время единственный иностранный язык — это русский. Я сразу же полюбил этот язык. Начал изучать, и в конце концов, вся моя жизнь связана с этим языком, с Россией, с русской литературой, с русской культурой. Культурная революция, которая вспыхнула в 1966 году прошлого столетия, — это политическая катастрофа для нашей нации, для нашей страны. Она не имела ничего общего ни с культурой, ни с революцией. В те годы страшные школа, вузы не работали. Я, конечно, тоже принимал участие, потому что если бы ты не принимал участие, тогда сразу тебе плохо будет. Но я в свободное от этой революции время ночью, вечером читал романы русские, изучал грамматику русскую и читал то, что связано с культурой. Поэтому у меня эти 10 лет не прошли таран. У меня накопилось много полезных знаний для того, чтобы сразу после закончения этой революции я сразу же через экзамены поступил в Пекинский университет в Аспирандуру на факультет русского языка и литературы по специальности русской литературы. Я где-то 30 лет назад первый раз приехал в то время еще не в Россию, а в Советский Союз, именно в МКУ на стажировку. Здесь я провел полтора года. Гарди, ходил на лекции, ездил в пеприоте Гульенина и собирал материалы для моей первой научной монографии. Поэтому здесь все мне знакомо, все мне дорого, потому что после того раза вся моя научная деятельность связана с этим университетом, с нашими русскими партнерами, друзьями. Поэтому много-много, когда я стою вот здесь, в этом здании, смотрю на всю Москву, у меня все близко, все дорого. И сколько воспринимания сразу же вхлынуло мне в голову. Лектор Московского университета вручил мне теплом почетного выпускника Московского университета. Как признание моей работы здесь и моего учения в этом Московском университете. После окончания аспирантуры я стал работать в кафедре, стал прибывать в русскую литературу и занимаюсь научным исследованием. Я написал много книг про Россию, про русскую культуру, литературу, про русское искусство. После образования нашей республики не было ни одного учебника на русском языке. Все учебники истории русской литературы русские составили. Мы хотели бы, чтобы китайские предприниматели составили первый учебник. И так мы пробовали с нашими друзьями. Я как главный редактор этой книги, вот вместе с двумя моими хорошими друзьями, три профессора составили этот учебник. У нас эти три друзья, три китайских бактерия. Вот он называется китайская тройка в китайской русистике. Вот это результат нашей коллективной работы. И после издания этой книги уже очень хороший резонанс получился у нас. В 2008 году меня направили сюда для создания, для открытия института Конфузо-Московского университета. Дали помещение, потом набор вот этих учеников. Все-все было трудно, потому что в то время китайский язык еще не был так популярным, как и сейчас. А люди мало знали, зачем китайский язык. У нас немецкий, у нас английский, а сейчас китайский. А потом со временем люди постепенно, постепенно осознали, что китайский язык нужен им. После проведения политики реформы и открытости, постепенно у нас с Россией улучшилось отношение. Появляется большой спрос к русскому языку. Вот почему снова сейчас, вот это в школе, ребята начали изучать русский язык. И до сих пор я горжусь, что я сделал полезное дело для России, для Китая. Эти 7 лет я запомнил на всю жизнь. Очень яркий кусочек моей преподавательской деятельности. В 2012 году наградили как луч мира директора института Конфузия года. У меня такой принцип жизни. А если ты на одном месте не сможешь сделать что-то новое, тогда надо уйти с этой должности. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создал DimaTorzok. Дима Торзок. Это логот нашего сайта. Это самый большой сайта нашей страны. Это катета Жеминь-Жу-Пау. Вы знаете, это всемирно известная катета. И самая большая катета нашей страны. Вот при органе ЦК КПК. А мы здесь работаем как представительство этого сайта в Москве. Дима Торзок. Я сам уволился. Не меня уволили. Поэтому после моего ухода у нас очень хорошие дружеские отношения. Я хотел сразу же после увольнения из этого института вернуться домой. Меня не пустили и сразу же пригласили сюда вот этот сайт. Назначили руководством этого сайта. Мы заходим в эту студию нашего сайта. А вот эту студию мы сами открыли. Раньше здесь было пустое место. Мы попросили рабочих. Они сделали эту студию специально для нашего сайта. И в этой студии были много известных русских деятелей, культуры. Четыре лидера нашей страны. Вот они в разное время руководили нашей страны. А первый это Великий Морщич. В 12-м году решили открыть представительство этого сайта в Москве. Начали искать офис. Когда мы нашли его, пустое помещение. Там внутри ничего не было. Делали капитальный ремонт. Купили это оборудование, камеры. И через полгода начали работать. И в конце концов мы приходили представительство. У меня немного победитель. Самое главное, я претенд amiga. Я предпрователь. А вот все эти звания, это ничего не значит. А самое главное, ученые звали профессор. Пекинский университет, самый-самый крупный, самый ведущий университет нашей страны. Если ты профессор этого университета, это уже много значит. У меня вот еще новый проект. Видите, это моя книга, называется «Россия. Продотворная земля культуры». Это только первая часть. Поэтому я буду работать до тех пор, пока еще дышу.